А вы знали, что у вас на кухне есть чудо техники, возможности которого вы, скорее всего, используете максимум процентов на 10? Это микроволновка. Она умеет вовсе не только разогревать. Вашему вниманию 5 вкусных, простых и, главное, супербыстрых в приготовлении блюд, сотворить которые способна именно печка СВЧ. Утром чаще всего не до кулинарных экспериментов. Времени нет. Тут-то и приходит на помощь микроволновка. В ней очень быстро можно приготовить полноценный горячий завтрак в кружке. Например, французский киш, мягкий яичный пирог. Для этого мне понадобится одно яйцо, ветчина, багет. Ну, не сам багет не целиком, а просто мякиш. Полторы столовые ложки молока и две чайные ложки сливочного сыра. Все это отправляем в микроволновку и всего через полторы минуты наслаждаемся результатом. Вкусно. Можно экспериментировать, что-то добавлять новенькое. Еще один необычный вариант. Запеченная овсянка. Смешиваем в кружке полстакана хлопьев, столько же молока, яйцо, столовую ложку семечек, корицу, банан, яблоко и мед. У меня вообще все самое полезное в моем доме. Ну, видишь, как тебе полезное, мне вкусное. Две-три минуты в микроволновке и готово. На самом деле это можно еще размять и добавить с молоком или йогуртом. Еще один маленький утренний секрет для поклонников капучино. Наливаем молоко в шейкер или любую другую емкость, хорошенько встряхиваем, как только молоко начинает пениться, ставим на 30 секунд в микроволновку. Пожалуйста, вот вам прекрасная пенка для кофе. Также просто в кружке можно приготовить и десерт. Например, шоколадный кекс из того, что практически всегда есть под рукой. Мне понадобится разрыхлитель, сахар, кофе, яйцо, ванилин, молоко, мука, пустая кружка, какао и масло. Три минуты и максимальная мощность, да? Три минуты и максимальная мощность. Это очень вкусно. Еще один вариант с лаймом. Он запекается в микроволновке всего минуту. Итак, мне понадобится мука, цедра лайма, разрыхлитель, сахар, молоко и растительная маска. В данном случае для тех, кто сидит своей фигурой, по-моему, очень здорово, что ты готовишь буквально одну порцию, но у тебя не остается соблазна съесть лишний кусочек. Украсить лаймовый кекс можно кокосовой стружкой, а к кофейно-шоколадному неплохо добавить шарик пломбира и немного тертого шоколада. Но пора перейти к основным блюдам. Вот, например, быстрый овощной крем-суп. На самом деле этот суп можно готовить абсолютно из любых овощей. Тут может быть капуста, сельдерей, корень сельдерея. А что еще? Баклажан, болгарский перец. Мы выбрали тыкву, кабачок и морковь. Отвариваем их нетрадиционным способом. Не в бульоне, а в молоке. 12 минут. Если нет молока и сливки, можно просто слегка разбавить водой. Добавляем травы и заранее отваренную картошку. И еще на 3 минуты отправляем в микроволновку. После этого осталось размельчить все при помощи блендера. И блюдо готово. А владелька, вкусно. Очень вкусный суп. Действительно вкусно. То, что излучение микроволновки не делает продукты менее полезными, давно доказано. А еще важно, что электромагнитное поле прогревает пищу по всему объему сразу. И это позволяет, например, быстро запекать овощи. Так, мне понадобятся помидоры, яйцо, сыр, молоко и зелень по вкусу. По сути нужно сделать омлет с сыром. Это будет начинка. И туда порезать немного зеленого лука. У помидоров вынимаем сердцевину и ставим на минуту в микроволновку. Достаем, фаршируем начинкой и запекаем еще 2 минуты. Это просто супер! К тому же печеные помидоры, как учат нас диетологи, лучше усваиваются и в чем-то даже полезнее, чем сырые. Другая беспроигрышная идея – запеченный картофель. Быстрее, чем в духовке. Чтобы кожура не лопнула, протыкаем вилкой в нескольких местах. И с другой стороны. Раз, два, три. Приятное занятие. Оборачиваем влажным бумажным полотенцем и отправляем запекаться. Картошка средних размеров готовится 5-7 минут, крупная – около 10. Можно потом добавить сыр, масло и лук. Просто и невероятно вкусно! А еще классика микроволновой кухни – это воздушная кукуруза. В продаже есть и готовые попкорн-наборы, но в них обычно много масла, соли и сахара. А ведь можно обойтись и без этого – обычным кукурузным зерном. Просто самые обычные зерна кукурузы. И обычное масло. Кукурузное? Кукурузное. Так, и сколько микроволновки это будет? Я думаю, что 4 минуты, но когда начнет звук прям… Уже может быть вынот. Сколько раз я уже сегодня это делал. О, все, готово. Судя по звуку и по виду, попкорн готов. Очень горящий банк. Аккуратно. Пять минут понадобилось, чтобы все приготовилось. На самом деле специи и какие-то добавки можно досыпать туда на свой вкус. В нашем случае это мед, сушеная клюква. Так, а это что? Это льняные семечки, они суперполезные. В них очень много ненасыщенных жирных кислот. И специи. В данном случае чеснок, это тоже полезная специя. Тоже чуть-чуть совсем, наверное. Ты держишь куркуму. Куркуму. Яйца и красятся на паспу. Да. У меня еще остался каенский перец, у него тоже очень специфический вкус и аромат. Или вот еще – овощные чипсы. Вкусный и полезный перекус. И все это будет готовиться без жарки в масле. Надо тонко нарезать любые овощи, выложить на пергаментную бумагу, посолить, добавить специи и на 3-5 минут отправить в микроволновку. Получается, ко всему прочему, еще и красиво. Все рецепты из этого сюжета, как и изо всех остальных, вы найдете в разделе «Рецепты» на сайте еда.шоу и на страничках «Еды живой и мертвой» в Одноклассниках Фейсбуке и ВКонтакте. Приятного вам аппетита! И не надо недооценивать микроволновку. Субтитры создавал DimaTorzok